У мужчин до 68 очень скоро узнают своих чемпионов. У женщин сборная Турции Нур Татар будет встречаться с представительством США Пейдж Макферсона. Здесь никому нельзя отдать предпочтение. Игры выиграла в этом году своего континента исламские игры Нур Татар. Нур Татар была там лучшей. По правам она лучшая не только в Европе, но и во всем мире. Бронзовая медаль Олимпийских игр. И, конечно же, в этой весовой категории мы вспоминаем ее соперничество с россиянкой Анастасией Барышниковой. Но вот Нур Татар в очень хорошей форме на этом чемпионате. Я думаю, что она приложит максимум усилий, чтобы выиграть золото. И нам представляют соперницу Нур Татар по финалу. Ее зовут Пейдж Макферсон. Они почти одногодкие с Нур Татар. Выиграла она из Оупена в этом году. Очень престижный турнир категории G1. Вы знаете, что Международная Федерация Крэквондо на каждый сезон свои рейтинги раздает турнирам. И Rush Open в прошлом году был в самой высокой категории. Почти все сильнейшие приехали к нам. В этом году, кстати, тоже Rush Open будет проходить в Москве. Сразу после Гран-при. И Нур Татар победила кореянку Кима в полуфинале. Поэтому с точки зрения корейской публики, я думаю, что в финале они будут больше поддерживать Макферсон. Вот так вот шла по турнирной сетке Пейдж. Тоже все легко. За исключением полуфинала, где пришлось попотеть. Золотой раунд, если помните, все решил. Лювей из Китая будет центральным рефери. Уже обслуживано несколько финалов на чемпионате мира. Сильные рефери. И финал сейчас начнется. Турция, Турция. Мы слышим на арене Т1 на трибунах в корейском городе Муджу. И сейчас сборная Турции близка к тому, чтобы выиграть первое золото на турнире. Вчера это сделали мы, представители сборной России. Максим Хромцов отличился. А вот сборная Турции пока без золота. А у нас всегда борьба с Турцией у России за место высокое в общекомандном зачете. Вот пока мы сборную Турции переигрываем. 0-0 в первом раунде. Счет таким, я думаю, будет какое-то время оставаться. Потому что американка великолепно отходит в оборону. И Нур-Татар не просто будет дотянуться своей рабочей правой ногой. Что касается американки, то она пониже ростом. Немножко посложнее будет работать на голову. Но за счет смены стоек, думаю, тоже все может в ее пользу обернуться. Но смотрите, вот сейчас действительно хорошо отходит. И минута проходит у первого раунда. И 0-0. Макферсон подустала. Понятно, что ее полуфинал заставил выложиться на все 100. Может быть, даже на пределе возможности она отработала, победив родоначальницу Тхэквондо в четвертом золотом раунде. Прошло где-то минут 20. Это недостаточно, конечно, чтобы полноценно отдохнуть. И как-то потяжелее ноги у Макферсон. Все-таки Нур-Татар, несмотря на счет 0-0, выглядит посильнее, получше. Турчанка в синем протекторе. Американка, понятно, что в красном шлеме. Вот почему сейчас Макферсон не попробует поработать вот как раз так, по жилету правой ногой, потому что очень опускает руку Нур-Татар. Да, Нур-Татар руку-то сильно опускает, но как подобраться? Не такая длинная нога у Пейдж Макферсон, чтобы без прыжка дотянуться со стойки. Я был прав, счет будет какое-то время не открыт. Даже не какое-то двух минут первого раунда недостаточно, чтобы выйти вперед не для Пейдж Макферсон, не для Нур-Татар. Но все впереди, и во втором раунде борьба будет поинтереснее. Вот, кстати говоря, я сейчас посмотрел, ведь в этом году Нур-Татар не проиграл еще ни одного финала на всех соревнованиях, где принимал участие. Это и международные турниры в Бельгии, и Голландии, и в Иране, и в США. Нур-Татар сегодня в великолепной форме, и не случайно ее появление в финале. Что касается американки, то Макферсон в этом году в Европе-то не принимала участие. Она выиграла Мисс Оупен, мы об этом говорили. Она выиграла чемпионат США, который канун майских праздников проходил в Детройте. И сейчас в сборной США тоже смена поколений, много возрастных спортсменов и спортсменок. И вот как раз между двух огней находится Пейдж Макферсон. Она уже не юниорка, еще и не ветеран. Турция! 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 Очень оживились болельщики сборной Турции. И слышит их, конечно же, Нур-Татар. Но счет 0-0. Вы знаете, это, по-моему, впервые на чемпионате мира за три дня. Счет, понятно, что в решающих стадиях турнира, я имею в виду, прежде всего, полуфиналы и финалы. 0-0. И будет все-таки, наконец-то, 1-0. Упала Пейдж Макферсон. Турченко выходит вперед. В любом случае, счет очень скромный для новой системы подсчета очков, для новой системы чемпионатов мира и Всемирной Федерации. Мы привыкли, ну, как минимум, под 10 очков к второму раунду суммарно видеть наработанных. Здесь же только сейчас 3 на двоих. Макферсон, проигрывавшая в счете, разозлилась, пошла в атаку в скоростной и набрала 2 очка одним ударом. 2-1. Будет поинтереснее теперь. 2-1. 2-1. Интереснейшая борьба. Я напоминаю, что это весовая категория до 67 килограммов. Чемпионат мира 2017. Женщины. Турция против США. Нур Татар. Пейдж Макферсон. Сражаются за золото. И ни у США, ни у Турции еще медалей здесь нет на турнире. А это по-любому случится. Вопрос, какого достоинства. Либо серебро, либо золото. Есть время отдышаться. Очень много сил потратили финалистки на втором раунде. Это несравнимо с тем, что было в первом. Там пешая прогулка. Здесь скоростной бег, можно сказать так. В постоянном движении. Постоянно активные атаки. И защита здесь работает. Что у турчанки, что у американки. Выше всяких похвал. Посмотрим, чем закончится третий раунд. Интересная борьба. Самое главное, что... Самое главное, что видеоповторов нет. Мы говорили, что редко используют систему видеоповторов, которая раньше чуть ли не по 10 раз за один раунд работала. Здесь очень качественное, высокого уровня, высочайшего уровня судейства. Большое спасибо корейцам за такое отношение к судейству. Потому что это не одного года работа. Судьи на своих сборах, тренерских лагерях. Специально готовятся и обучаются для столь крупных соревнований, как чемпионат мира, как Олимпийские игры. Ответ дает Пейдж Макферсон Нуртатар своим ударом по корпусу. И вновь восстанавливает преимущество в счете в один балл в свою пользу. И стоит отметить, что опять все может решиться, как и у мужчин, одним ударом. Нуртатар наносит его первые. Зарабатывает, правда, не два очка, а одно. Потому что это был удар рукой. Высветился кулак. Вот, кстати, интересное новшество. Вчера мы его досконально обсуждали с вами, что есть теперь и визуальное, и... ...оформление каждого удара. Если это удар рукой, то кулак. Если в голову, то это шлем загорается. Еще и музыкальное оформление. Идет звук, такой гонка раздается. Если соперник чистое попадание выполнил. Все это сделано для зрителей. И, прежде всего, телезрителей. Для тех, кто, может быть, впервые смотрит Хэквондо. Чтобы понимать, о чем идет речь. Все это, конечно, графика. Это удобно. Ну что ж, последние полминуты впереди. Это уже финал. Отступать некуда. Нур-Татар переигрывает Пейдж Макферсон. Сборная Турция близка к первой своей золотой награде на нынешнем мундиале. Но не тут-то было, говорит Пейдж Макферсон. У меня свои планы на этот бой. Еще есть время. И счет сокращается фактически до минимума. Обмен здесь атаками. Очень быстрыми, резкими. Где берут девушки силы? Я не понимаю. Макферсон вытесняет Нур-Татар. Нур-Татар великолепно уходит из сложного положения, из угла. Здесь выходит за пределы корта. И времени не остается у Пейдж Макферсон, чтобы догнать соперницу. Девушка из окрестностей Стамбула Нур-Татар становится новой чемпионкой мира. В этой весовой категории до 67 килограммов очень яркое выступление было здесь в Корее у Нур-Татар. И она после бронзовой награды Рио-де-Жанейро прошлого лета здесь завоевывает медаль высшей пробы. В объятие тренера тут же попадает сейчас флагом турецким. Круг почета. И долгожданная медаль Нур-Татар будет очень скоро на ее шее. И мы поздравляем эту замечательную спортсменку с очень хорошей победой. Победой, которая позволит сборной Турции сравняться с нашей командой российской в общем зачете по количеству и качеству самых главных выигранных медалей. Сейчас нам покажут лучшие моменты этого финала. Все самое интересное, кульминация сражения в третьем раунде произошли. Нур-Татар дважды попала в корпус Пейдж Макферсон. Кстати, Американка тоже молодец, отдаем ей должное. Говорит спасибо всем, кто за нее болел. И там, на трибунах, и в экранах телевизоров. Вот здесь жалко, да? Пейдж Макферсон была близка к тому, чтобы сравнять счет, но опередила на долю секунды ее турчанка и вырвала победу. Действительно, такой глагол стоит использовать, потому что на зубах все было очень тяжелая борьба. И Нур-Татар за счет опыта и жажды победы в самый последний момент все-таки удержала свое преимущество. Итоговый счет этого финала 6-4 в пользу Нур-Татар.